Открывая встречу, Александр Садчиков подчеркнул, что до начала топительного сезона осталось совсем немного времени. Во время летнего периода в районе была проделана большая работа по подготовке предприятий ЖКХ, организации социальной сферы к предстоящим холодам. В первую очередь о готовности учреждения образования к работе. В осенне-зимний период отчитался начальник управления образования. Александр Захарин отметил, что в детских садах и школах основные виды подготовительных и ремонтных работ выполнены в полном объеме. Осталось завершить замену котла в Ахметовском саду, а в Чамлыкском – ремонт теплотрассы. Все выполнить обещают за 7 дней. На весь отопительный сезон для учреждения образования необходимо чуть больше 700 тонн угля. Топливо уже поступает в учреждения. Зимой в школах и детских садах будет тепло, заверяет Александр Захарин. Далее заслушали главного врача Центральной районной больницы. Ринат Жарков доложил, что все объекты здравоохранения готовы к отопительному сезону, в том числе и сельские ФАПы. Уголь есть, дрова процентов на 60 уже завезли. Глава района рекомендует еще раз проверить все ФАПы. Особое внимание уделить отдаленным амбулаториям. Надо дополнительно еще все это дело перепроверить. Также по Лучевскому поселению. Там же ФАПы везде. На Лобинске и Грязуха. Да, там ФАПы. Значит, вот то же самое. Я за больницей, в общем-то, особо не думаю, потому что там уже отработано это все дело. А здесь, как вариант, могут быть подвергены очень-очень серьезной проверке. О готовности спортивных школ к работе в осенне-зимний период доложил начальник управления физкультуры и спорта. Еще одна актуальная проблема – это дороги. Об освоении средств по капитальному ремонту в Лобинском районе доложил Сергей Перевалов. Лобинский район располагает очень большой разветвленной сети. Протяженность всех автомобильных дорог у нас в районе составляет более тысячи километров. По территории района проходят дороги федерального значения, их 34 километра с небольшим. Дороги регионального значения – это самый большой отрезок, 201 километр. И дороги местного значения всех поселений, в том числе и Лобинского района – это 823 километра. Автомобильные дороги на территории Лобинского городского поселения составляют тоже очень большой раздел – это 283 километра. Автомобильные дороги на территории сельских поселений – 476. И межпоселковых автомобильных дорог, те за которые отвечает район – 64 километра. В этом году была построена дорога от Чамлыкской до Новолобинской. Отремонтирована дорога, соединяющая Новый мир и Упорную. В порядок привели 9 километров дорожного полотна от Ахметовской до Чернореченской. Мы еще планируем в этом году отремонтировать дорогу Ахметовская-Горная. Также выполнен ремонт дороги Засовская-Сосгородок. Почти 41 миллион рублей в 2017 году предусмотрено на содержание дорог. Сумма распределяется и для города, и для сельских поселений. 80% средств на 1 октября уже освоено. Деньги немаленькие, отмечает глава. Но все же вопрос плохих дорог остается самым обсуждаемым среди населения. Чаще всего эту тему поднимают горожане. По Лобинскому городскому поселению этих средств недостаточно, как всегда, потому что тут большое хозяйство 283 километра, из которых большое количество асфальто-бетонной дороги, гравийных дорог, которые требуют ежегодного внимания и направления перевода сегодня гравийных дорог. Вообще в целом по району тратятся большие средства сегодня на содержание и ремонт гравийных дорог, а долговечность и срок службы этих дорог не составляет более одного сезона зимнего и весеннего, поэтому их постоянно требуют поддержания и затрат.